Меня зовут Светла Кьянова, я соосновательница издательства No Kidding Press, не в котором вышла Роман Рана, но какие наши годы, и соосновательница писательских курсов для женщин Right Like a Girl. И Оксана просила меня быть ведущей этой презентации, я с радостью согласилась, но сразу предупреждаю, что я планирую задавать вопросы, которые мне самой интересны, но у вас будет возможность в конце задать вопросы, спросить, о чем книга, например, потому что я про это спрашивать не планирую. Я шучу, мы поговорим, конечно, про книгу, все вокруг книги, все вокруг дебютного романа Оксаны Высякиной Рана, который я, например, уже прочитала, и всем очень советую. Вообще ощущение, что, хотя год еще только начался, но как будто главная книга года у нас в руках. С божьей помощью, я обычно говорю в таких ситуациях. У меня такой вопрос. Определяешь ли ты эту книгу как автофикшн? Хороший вопрос. Здравствуйте. Я ужасно рада здесь быть, и не очень хорошо вас всех видно, но я надеюсь, что мы в каком-то скором времени поближе увидимся. И давай, наверное, еще так как-то зайдем. Мы какую-нибудь короткую рамку опишем книге для того, чтобы я могу это сделать. Книга Рана, она достаточно для меня оказалась неожиданной книгой, хотя обычно я всегда то, что делаю, я всегда знаю, что делаю. Но тут у меня случился какое-то удивительное событие, которое произошло с нами всеми. У нас случился локдаун. И я поэтесса, и здесь есть еще одна моя книга, в которой, собственно, мои стихи. И для меня проза была невозможна всегда практически в силу некоторых обстоятельств. А тут, так как появилось время и появилась возможность вообще писать, я написала роман. И роман я написала про очень простые и понятные, мне кажется, для всех нас вещи. Я написала книгу о том, в каких отношениях я была со своей матерью. И при этом сюжет, если мы говорим о сюжете, разворачивается на пути из города Волжский в город Устеримск, куда я реальная, я внутри текста везу урну с прахом матери. И, конечно, я в силу того, что реальность, в которой я живу, и реальность, которую я излагаю в этом тексте, она вообще в целом примерно сходящаяся друг с другом, я воспринимаю эту книгу как автофикшн. Но у меня есть такая штука, что я не воспринимаю автофикшн как документальное письмо. Для меня автофикшн — это фикшн в первую очередь. Потому что мне кажется, что когда мы пишем тексты о себе, когда мы пишем тексты о своей жизни или о жизни своих близких, мы в любом случае конструируем новый мир, и мы его таким образом меняем, как нам кажется более выгодным. Выгодным или красивым, например. И поэтому это такой автофикшн, у которого очень мощный, как мне кажется, фикциональный уклон. То есть ты не говоришь «я» про эту книгу. Там я пошла туда-то, и там рассказывается, как я влюбилась в свою подругу. Ты говоришь «героиня». Нет, я говорю «я». Но я внутри текста, она совпадает со мной биографической, но она не совпадает со мной в целом. Мне кажется, что там нет вот этого полного совпадения. И мне кажется, как раз это отсутствие полного совпадения, это и создает фикциональность. Вот, как-то так я это понимаю. Ну, мне кажется, что и невозможно достичь полного совпадения. В книге даже там достаточно внушительной, но все равно, как бы, видали мы и потолще. Конечно, бесконечную шутку, например, можно. Или там Розанов, опавшие листья, тоже вот такая. Очень люблю Розанов. Да. Можно ли сказать, что человек, который прочитает этот роман, лучше узнает тебя, Оксану Васякину? Нет. Нет. Нет, конечно. Человек узнает, кто такая Филомела, например. Или он узнает, как моя героиня относится к современной поэзии, например. Или как она понимает поэтический язык, или как эта героиня выстраивает отношения со своей матерью внутри текста. То есть, мне кажется, что очень сильный разрыв все-таки есть. Ну, жизненно больше, чем книга. Ну, очень сильно. К счастью, наверное. А было ли уже такое реакция от читателей и читательниц, когда люди, ну, несколько нарушали границу, например, заходили к тебе сразу? А у меня тоже мама умерла. У меня был... Дело в том, что в книге, спойлер, есть номер моего телефона. Настоящий. Настоящий, да. И мне звонили на этот номер, и я не смогла взять трубку, потому что я была занята. И я подошла к телефону и увидела, что у меня там пропущенный звонок. А мне часто звонят холодные, вот эти все звонки, или там еще какая-нибудь чушь. Да, ну, всем звонят, потому что наши номера в базах. И я подумала, ну, иногда звонят люди действительно по делу. Я написала знак вопроса, чтобы выяснить, что происходит. И мне ответили смс-кой, ваш номер был в книге. И я написала, да, это мой номер. И мне больше ничего не ответили. Мне кажется, человек просто пытался проверить, насколько это реальный номер. И еще, вот по поводу этого номера, я, если честно, вообще совершенно, когда я вставляла этот номер телефона, я не думала, что люди захотят проверить реальность. Вот насколько, да, это же так классно чекнуть. Это настоящий человек, это настоящий номер. И действительно отправить туда смс-ку, или отправить туда кунь-тругань, или наоборот, благодарности. И мне написала женщина, которая совершенно случайно купила книгу на ярмарке нон-фикшн. Женщина, которая живет в Москве, она ходит на нон-фикшн каждый год, она меня не знает. Она просто увидела красивую книгу, купила ее и прочитала. И она мне написала, вы знаете, я пережила рак груди и борюсь с раком, и для меня это очень важная книга. Спасибо, что вы это сделали. И через некоторое время она спросила меня, она нашла меня в Инстаграме, она спросила меня, это ваш настоящий номер. И тогда-то я поняла, что действительно я же поставила настоящий номер, не думая о том, что люди смогут мне позвонить. И я ответила, да, это мой номер. Она сказала, я хочу вам потом позвонить, когда дочитаю. Я сказала, вы знаете, у меня сложные отношения со звонками, вы можете мне просто смс-ку написать или еще что-нибудь. Она мне в WhatsApp просто прислала сердечко. И это такой был классный момент. К всему прочему, для меня WhatsApp — это такое пространство не совсем мое, потому что мы живем в Телеграме, в Фейсбуке, в Инстаграме. А тут в WhatsApp приходит что-то. Но он у меня все равно стоит, потому что там есть группа маминых друзей, и туда периодически поздравления с 9 мая приходят. И всякие там верба, и Пасха, и все такое. Но это про номер. Но я всегда, да, теперь получаю сообщения от незнакомых людей, которые со мной начинают говорить как с человеком, который прожил некий опыт и который открыл возможность об этом опыте поговорить. Это не только про смерть, это про отношения, это про телесность, это про какие-то детали, которые для меня также сыграли важную роль в книге. Но мне пишут люди, говорят, знаешь, у меня вот тоже такая штука. И я пыталась от нее избавиться, но я потом поняла, что это невозможно, потому что это часть моего тела, например. И вот тот факт, что я примерно по 5 сообщений в день получаю таких от знакомых, от незнакомых людей, от разных-разных мессенджерах. И я понимаю, что книга действительно, помимо того, что она рассказывает некую историю, она еще написана в такой достаточно доверительной манере. Мне часто говорят, что такое чувство, что ты сидишь со мной в поезде, рассказываешь мне эту историю или еще что-то. Видимо, она просит, чтобы темы, которые в ней были подняты, были продолжены. И, видимо, поэтому она называется рана, потому что есть некие раны, которые, с одной стороны, мы все носим в себе. Это непроговоренная сексуальность, это отношения с нашими родителями, часто холодными или, наоборот, очень душными. Но из-за того, что у нас нет языка, нет вот этого канала, и книга стала этой возможностью. Я мечтаю, что будет много таких возможностей в скором времени, и, в общем, это такой мой вклад в это общее дело, излечение этих ран, короче. Как-то так, пафосно очень. Ну, это правда, таких книг мало на русском языке, написанных на русском языке вообще изначально. И я загуглила сегодня и увидела, что уже кто-то, какая-то блогерка сравнила рану и рассказы Мещаниновой. Я бы хотела, чтобы не было, не сравнивали эти две книги, не очень разные. Но понятно, что тут про маму, и там про маму, как бы про святое. И не в смысле, там, мама, мамочка самая золотая, а в смысле того, что это очень травматично может быть. Но будем надеяться, что будет еще больше таких книг, чтобы не приходилось все время сравнивать вещи, книги по каким-то непонятным критериям. Ты где-то говорила, что ты написала роман за полгода. Это правда. Как? Локдаун. Локдаун. Я просто села и написала. И это был для меня невозможный опыт, потому что книга, которая вот здесь стоит, «Ветер ярости», стихи, которые в нее вошли, писались года два. Но сам продакшн, скажем так, этой книги, он длился еще года два. И где-то так, да, где-то в 16-17 году я писала, в конце 19-го, в середине 19-го он вышел. Да, получается, ну, короче, вот как-то так. То есть это очень долгий был мучительный процесс. И у меня, если честно, была травма вот этого долгого производства, потому что ты уже сделала что-то, и тебе хочется это отпустить и уже идти дальше своими делами заниматься. Я всегда работаю очень быстро и, как правило, не вообще, ну, то есть, то, что называется, наотмашь. То есть я обычно всегда знаю, что я буду делать, и я просто это делаю. Я не пишу черновики, я пишу сразу на чистовик практически, только на чистовике уже там корректирую очень мало что. И когда «Ветер ярости» вышел, мне было ужасно тяжело от него, потому что очень долго мы его делали. И вот прям вот невыносимо долго. И это было связано с тем, что это издательство АСТ, там очень долго ставят в этот план, короче, вот это все. И когда я дописала Рану, я написала, да, я предлагала в издательство Нукидин Пресс эту книгу. Саша затормозила. Да, чуть-чуть там был момент такой, а я ненавижу вообще ждать. Для меня ждать — это просто самое ужасное, что может быть. И, кстати, тема ожидания для меня в книге тоже очень одна из таких топовых, потому что я все время пишу о том, что такое ждать смерти, потому что я описываю очень, насколько возможно, досконально умирание матери. И вот это ожидание смерти, я его сравниваю в том числе и с выходом книги, еще с чем-то, с чем-то. И да, и мне буквально через 30 минут после того, как я отправила Сашу Шадриной и отправила в издательство НЛО, который в итоге выпустил эту книгу, и мне через 30 минут Денис Луренов ответил, я беру эту книгу в работу. И для меня это случилось вообще просто какая-то магия. Я не верила, у меня было такое чувство, что я пьяная, хотя я не пью уже некоторое количество времени. Я вышла на улицу, это был декабрь, я вдохнула, и я не поверила самой себе, потому что мне казалось, что все. Понятно, что после этого еще была редактура. Ну, недолго, где-то три месяца мы ее редактировали, и в апреле я ее начала писать, в марте, в середине марта она вышла. То есть полностью эта книга заняла не так много времени. Но здесь еще важно вот что. Я говорю, что я написала ее за полгода, я немного лукавлю. Дело в том, что тексты, которые вошли в эту книгу, помимо нарративных, там эта книга, она не совсем одна сложная. Я видела такие отзывы, что на букмейте есть такой отзыв. Жанровое определение непонятное. Но, в общем, что-то я вижу, что автор как-то сама не поняла, что она хотела сказать. Это связано с тем, что в книгу вошли в том числе и поэтические тексты, и в книгу вошли эссе. А закрывает книгу вообще омаж, посвященный такой теоретикесе феминистского психоанализа Люсы Ригаре. И, собственно, с ее цитаты начинается книга. Она обращается к матери и говорит, что с твоим молоком, мама, я проглотила лед. И заканчивает свое эссе тем, что единственное, чего бы я хотела, того, чтобы ты, оставаясь... Сейчас, извините, у меня все время западает. Видимо, я до сих пор с этим не смирилась. Вытесняю все время одну и ту же фразу. Что единственное, чего бы я хотела, это того, чтобы, давая мне жизнь, ты оставалась живой. И это, собственно, закрывающий кусок. И получается, что книга Жанрова действительно не совсем роман, казалось бы. Хотя называется роман. И дело в том, что к теме, которая меня ужасно волновала, собственно, отношение с матерью и отношение с письмом, и отношение со своей телесностью, я подбиралась очень долго. И подбиралась изначально через поэтические тексты, потом через эссе. И когда я начала дописывать книгу, я поняла, что без этих эссе и без этих поэтических текстов эта книга будет плоской. Потому что то, что я там пишу, это напрямую связано с тем, что я буквально, не знаю, 3-4 месяца назад осмысляла в другой форме. И для меня было важно вставить эти куски. И там вошло, по-моему, три эссе и один поэтический цикл. Я, в общем, уперлась в какую-то другую сторону. Да, про полгода. И поэтому, собственно, основной корпус текстов был написан за полгода. Потом в него попали куски, которые были написаны чуть-чуть ранее, ну там за неделю-две. И, соответственно, во время того, как мы редактировали ее, я написала еще две главы, собственно, последнюю. И одну главу такую поясняющую, потому что я вела разговор с своей приятельницей, писательницей Аней Козловой. И она такая суперсценаристка. И она сказала, это все, конечно, супер, но я очень не понимаю. И она наметила какие-то вещи, которые, как сказать, сюжетно не проявлены. И я написала небольшую главу, которая полностью дает то, что называется экспозицию для книги. И закрыла для себя эту тему. Потому что я понимала, что это все-таки роман. У него должна быть какая-никакая намеченная слабенькая структура и завязка. И вот, в общем, как-то так. В общей сложности, да, получилось, что сработали за год эту книгу. И она получилась удивительным образом. Чудо случилось. А как у вас строилась с редактором работа? Ой, прекрасно. Денис Лорионов, самый лучший на свете редактор. Я за время работы с ним, у меня было такое чувство, что он мой брат. И мне кажется, вот тогда, когда ты начинаешь работать с редактором, и уже под конец работы уже начинаешь скучать, потому что он тебя не так часто пишет. Но Денис очень такой спокойный человек, который очень много думает. И мы с ним, в общем, пока редактировали книгу, мы очень много думали. И причем не только о книге, а вообще о том, что происходит в мире. То есть мы созванивались с ним по Zoom, обсуждали какие-то фрагменты, и при этом постепенно уходили в политику, например, или в то, как сегодня пишут молодые поэты. И мы, в общем, с ним сидели и брюзжали на самом деле иногда, и очень сильно злились на этих молодых поэтов. Но я должна сказать, что редактура практически, она там есть, но она незначительная. То есть там, я бы так сказала, там убрали все лишнее. В том смысле, что я часто пишу так, как говорю, а когда ты пишешь так, как ты говоришь, у тебя много устных вот этих вот жучков попадает в текст, и тогда он начинает рассыпаться. Для того, чтобы создать эту вязкость, необходимо не то, чтобы вычистить оттуда разговорную речь, но оставить ее в том количестве, в котором ты в целом, как сказать, который позволяет еще тексту оставаться художественным. Вот так я бы сказала, тем более серия художественная, в конце концов. И мы с ним вырезали только один кусок. То есть там был один абзац, над которым я сама думала, оставлять его или не оставлять. И в конце концов мы просто его удалили. И я должна сказать, что я грешу длинными предложениями. Когда пишу, я думаю, на письме те, кто пишут, знают, что такое, когда ты пишешь одно предложение, и у тебя заканчивается уже абзац, а ты все еще не закончила предложение. И я недавно встретилась, вернее, освежила у себя в голове, освежила тексты Зебальда, такого писателя немецкого, который писал в конце 20 века. И у него предложение было всегда примерно на такой абзац. И тут сразу понимаешь, что ты человек из цифровой эпохи, уже не понимаешь, как можно вообще воспринимать такие тексты. И тут нужно понимать, что я и сама понимаю, что нет смысла писать такие длинные предложения, если можно поставить некоторые точки и убрать, например, просторечие типа «я в силу своего происхождения, например, всегда использую слово «печка». И когда редакторы пришли, они сказали, какая печка? Это плита». И для меня совершенно было неочевидно, что печка, в смысле электрическая, это не плита. Потому что мы всегда дома называли, видимо, это какой-то деревенский атовизм. Я из города Устилимска, Иркутской области, и для нас печка — это была электрическая плита. Или еще какие-то такие моменты, очень, я бы сказала, специфические, видимо, для моего вообще сознания. Просто пришли еще сверху редакторы и корректоры, и они почистили такие штуки. Когда ты садилась писать, ты уже видела всю книгу? Ты понимала, как будет двигаться? Потому что тут нет сюжета в классическом понимании. Хотя тут, конечно, есть сюжет. Но книга держится не за счет того, что у нас есть герои, между которыми происходят всякие драмы. Между героями происходят драмы, но это не то, что связывает весь текст. В общем, вы поняли, наверное, надеюсь, что я хочу сказать. Да, я понимала, что у меня, на самом деле, очень простая миссия — взять урну в городе Волжский и увезти ее в город Устилимск. Это роуд-стори, где женщина, в общем, живет жизнь с урной, в которой хранится прах матери. Но при этом в один прекрасный момент я поняла, что мне недостаточно себя самой, скажем так, вот этого изложения. И я поняла, что мне необходим ресерч. И я много начала подчитывать, начала покупать какие-то древние книги, которые уже не издаются на букинистических магазинах, которые издавали в начале нулевых про материнство феминистских всяких. Я начала смотреть больше. Я раньше увлекалась американским искусством конца XX века и начала пересматривать любимое искусство, начала смотреть вообще, кто как работали с темой, которая меня волновала. И, конечно, в книгу попало описание фотографии Энни Лейбовиц, которая фотографирует своего мертвого отца, а перед этим фотографирует мертвую возлюбленную Сьюзан Зонток. И у меня попала там Дафна Тодд, которая рисует, создает вообще живописное полотно, изображающее мертвую мать. Причем мертвость этой матери меня удивила, потому что в ней нет никакой прекрасы. Просто опавшая челюсть мертвого человека — это тело, которое покинуло жизнь. Или мой любимый Рон Мьюик, который сделал тело отца, которому он подарил собственные волосы вот этому силиконовому телу отца. При этом тело отца — это по размеру как стол наш. И он таким образом показал эффект от смертности. Когда человек умирает, он становится намного меньше, чем он есть. И я очень много ресерчила, смотрела, вспоминала в первую очередь, и очень много слушала и читала, кто что говорит. И я еще хитрая, ужасно хитрая, я преподаю в школе, есть школа ВЛАК, есть школа новых литературных практик, в которой я преподаю. И я веду как раз поэтический курс. И один из студентов принес на семинар, он был ответственен за такого поэта, Геннадия Айги, и он принес совершенно потрясающее стихотворение, хотя я читала много Айги, я этого стихотворения просто не видела. И он принес стихотворение о смерти матери. И Айги вырос и жил в Чебоксарах, здесь, кстати, недалеко. Он был Чуваш, правильно я говорю? Чуваш? Чуваш, да. У меня почему-то бывает слом какой-то в голове. Вот, он был, собственно, из Чуваши, и он писал на чувашском языке. И его стихи, несмотря на то, что они кажутся такими авангардными, в них очень много природы и Чуваши, и села, в котором он жил, и очень много такого деревенского быта, зашитого вот в эти такие стихи, в которых очень много белого снега. И он пишет, что «Когда умирает мать, не снимая косынки с головы», ну и так далее. Там я цитирую полностью это стихотворение. И когда Алексей, по-моему, студента звали, когда он вывел на экран это стихотворение, меня то, что называется, меня продрало до самых костей, потому что это был тот материал, который мне был просто необходим. И я на следующий день просто написала, Лёша, пришли мне вот то-то, то-то, то-то. Он мне прислал, я всё, естественно, пересмотрела, перечитала и вставила этот текст, потому что мне он просто был необходим. И вот как-то, в общем, по ниточкам, по этой же реке, да, она собирается из маленьких-маленьких ручеёчков. И вот я из этих ручеёчков, из собственного поиска, из ещё чего-то, я сделала такой текст. И оказалось, что не так уж мало текстов о смерти родителей. Текстов в смысле и картин, и текстов, и вообще всего-всего. Ну, вообще, тема, которой люди как будто бы боятся, даже есть ситуации, когда работники авиаперевозок, типа, прям, аааа, страшно уберите, мы не хотим. И я понимаю, потому что люди не хотят соприкасаться, потому что ты, соприкоснувшись, можешь это навлечь на себя, а этого все боятся. Да, и это очень понятно. Я хочу зачитать кусочек, на протяжении полугода я пишу свою историю. И всё в ней мне кажется неважным, рваным, неполноценным. Нарратив растаял в разбегающихся ручеках памяти. Ритм сбился. В книгу пришли стихи и эссе. Книга рассыпается, и кажется мне не такой стройной и понятной. Она не похожа на те книги, которые принято читать и любить. В ней нет настоящих, сконструированных персонажей и сложных сюжетных линий. Если вы почувствуете напряжение, то это напряжение будет не от жестоко работающей мысли о том, кто злодей или к чему это всё приведёт. Вы все знаете заранее. Моя мать умерла, я везу её прах из Волжского в Устилимск долгих два месяца. Жила с её останками в одной комнате и много думала. А потом похоронила в Сибири, в холодную чёрную землю среди скудных сосенок. Вот и вся история. И она важна. В общем, дальше тоже очень классно, интересно. Тяжело остановиться. Я когда прочитала, я вспомнила наш разговор. Осенью, кажется, мы делали День рождения влага и разговаривали. И ты говорила о том, что уже не очень тебе интересно читать сюжетные истории. То есть я поняла, что вот это сомнение в значимости собственного способа письма, оно ушло. И с чем так ли это, и с чем это связано? Мне кажется, каждый раз возникает, когда ты пишешь, но это ужасное, невозможное давление культуры, в которой мы живём, что нам нужно обязательно придумать героя, его там наконструировать, а потом должна быть одна арка сюжетная, а потом должна быть другая арка сюжетная, а потом бышь-бабах, все бу. Вот это, короче, меня очень сильно с одной стороны пугало. Я делала в том, что я человек, который не читает фикшн вот в таком духе, и читаю его только, если меня просят написать рецензию, а я сейчас уже даже рецензии не беру. И я человек, который как романы читает книги про гендерные исследования или поэтические сборники, или эссеистические сборники. И мне кажется, что для меня это то, что мне интересно, но при этом я не отрицаю того, что может быть интересная история и классный герой, и что мы можем с ним сливаться. Но при этом я чувствую свою ущербность на фоне вот этой гегемонной, гегемонных ожиданий по поводу того, что ты сейчас нам забабахаешь тут вот это вот, и они все тут офигеть как умрут. и я каждый раз эта рукопись, когда мне Денис в очередной раз ее вернул, я ее, если честно, хотела удалить. То есть у меня был в один прекрасный момент, у меня был такой мощный кризис, потому что мне казалось, что все, что я делаю, это очень плохо. Мне казалось, что если я не могу придумать героя, значит, я очень плохая писательница. и я с этим сталкивалась много-много тысяч раз, когда писала, но при этом ты когда пишешь, я думаю, что люди, которые пишут здесь, они знают, ты когда пишешь, и если этот текст не короткий, а ты его пишешь, ты просто находишься в нем какое-то количество времени, там полгода, кто-то там, не знаю, если поэтический текст длинный, там недельку, и вот ты как бы живешь в этом тексте, ты живешь, ты ешь, ты работаешь, пишешь какие-то другие тексты, там, не знаю, и все свои делишки делаешь, и сама там с этим текстом находишься. И для меня этот текст, он был помимо каких-то травмирующих моментов, он был для меня просто пространством тотального стыда за то, что я делаю, и за то, что я делаю как-то не так. И я себе ответила на вопрос вообще, я всегда всем это советую, и, собственно, я советую это, потому что я сама знаю, как это работает, я считаю, что там, где стыд, там и интересно, там, где стыд, там темные материки, которые мы еще не описали. И лежа ночью уже все дома спят, все гаджеты выключены, смотря, там машины ездят, ходят по, знаете, по потолку, как это часто бывает, белые вот эти полосы прекрасные, и я лежа, знаете, когда, все знают, что такое 9 часов просидеть за компьютером или 12, когда глаза просто как будто в них насыпали килограмм соли, и я лежу, иду, и я думаю, зачем ты это делаешь, зачем ты это делаешь, зачем ты это делаешь. Это же единственный способ вообще ночью с собой поговорить. И вот я с собой говорю, зачем ты это делаешь, а потом просто, ну потому что никто, кроме меня, это не сделает, и все, потому что это важно, и это важно хотя бы для меня, если это хотя бы для меня важно, это значит, что это важно вообще. И вот, собственно, после вот этого моего прорыва с ездящими фонарями по потолку и думанием, зачем это, я написала этот кусок, и он, ну, я не могу сказать, что я получила некое облегчение, потому что я знаю, что у письма есть терапевтический эффект, но я знаю, что до конца нельзя излечиться, потому что за горой еще гора, и ты всегда, и как мы вчера просто на воркшопе обсуждали, что каждая точка это не точка, это двоеточие, что ты всегда как бы продолжаешь, вот, и, но при этом, ну, некоторый, я получила в этом смысле освобождение, и, конечно, большое освобождение происходит, когда тебе говорит издательство, которое ты очень любишь, к всему прочему, потому что для меня издательство НЛО это издательство, которое меня вырастило, потому что я ходила, у них есть такой в офисе небольшой магазинчик, как часто при издательствах есть магазинчики, и я туда ходила после института, институт рядом с этим зданием, там нужно получить пропуск, там, все такое, получала пропуск, и приходила и покупала книги, и у меня библиотека состоит примерно на 30% из книг издательства НЛО, и поэтические книги, и много, в том числе другие серии, и, конечно, для меня было очень мощным таким, когда я уже тысячу раз чуть ли не удалила рукопись, у меня была очень мощная поддержка, что все-таки тебя же издает, ты же не сама себя сейчас издаешь, а тебя издает авторитетное издательство, которое, в первую очередь, авторитетное для тебя, это значит, что все ок с тобой, вот, и вот это вот постоянное нужно искать в реальности подтверждение собственной ценности, да, ну, я знаю, что многие авторки с этим сталкиваются, я надеюсь, что кому-нибудь станет легче от того, что я сейчас сказала. Я уверена, что станет, при этом мне кажется, что это для всех так, те, кто пишут, я видела, Женя Некрасова написала в фейсбуке, что вот, говорят, что нарратив мертв, а мне, а что делать нам, людям, которым нравятся сюжеты, я такая, ну, потому что не мертв нарратив, все смотрят сериалы в большом количестве, сериал представить себе без нарратива сложно, ну, сложно, но сложно, но в любом случае есть, конечно, мода на такие тексты, и это замечательно, что она есть, что мы выходим за пределы и что-то новое исследуем, и я чувствую, и я чувствую, что, конечно, для того, чтобы написать такую книгу, тем более за полгода надо быть Оксаной Васякиной, но в то же время Оксаной Васякиной можно стать. Конечно, ну да, приехать из Устилимской Иркутской области, в Новосибирск, из Новосибирска в Москву, учиться в литературном институте, ну, или в любом другом институте, в котором захочется, и очень долго писать. Да, очень долго писать это самое главное. Да, мне кажется, письмо это самое главное. Ты в интервью Инде сказала, что текст написан в такой манере разговорной, как будто бы кто-то действительно тебе рассказывает свою историю, и что это помогло тебе избежать некой нарциссической точки повествования, с чем я совершенно согласна, но мне сразу хочется узнать, почему вообще тебя это заботило, и какой ты себе представляешь, что нарциссическую вообще точку повествования? Ну, мне хотелось, чтобы точка повествования, она была, ну, то, что называется, действительно диалогическая в первую очередь, и не я это заметила, я подслушала семинар, который же был по моей книге у нас в школе, я, естественно, на нем не была, чтобы никого не смущать, а потом просто потихой грусти послушала, и одна из студенток заметила там такую штуку очень важную, что которую я, кстати, вообще даже не обратила внимания, что там даже природа смотрит, то есть там как бы природа, она такая не совсем, не сложно себе представить вообще, что природа на тебя смотрит, но тем не менее в книге это возможно, и что мне казалось важным показать значимость вообще всех вещей в этом, во всем, поэтому там много деталей, там очень много фрагментов посвящено еде, приготовлению еды, обсуждению еды, покупке еды, и вот этот мир вещей, он для меня был важен, но еще, собственно, почему мне хотелось этот эффект создать, потому что я всегда слушала свою бабушку и свою маму, я, допустим, когда у бабушки гостила, я приезжала к маме, а мы жили в 90-е в нулевые, в Устилимске, достаточно было тяжело жить, и первое, что задавали, первый задавали вопрос, когда со мной говорили, что ты кушала, чем тебя кормили, и меня это ужасно бесило, потому что я была подростком, я была там 9-летней девочкой, мне казалось, что есть вещи намного важнее, есть какой-то мир прекрасный, чистый, в котором никто не думает о том, как бабушка будет покупать окорочка, но я так думала очень долго, потом, когда я вернулась, когда я уже вернулась к маме, когда мама умирала, и мама очень сильно, даже не на смертном адре, есть такое понятие, смертное адро или ядро, я не знаю, что это такое, лежа на своем каком-то хлипком диване, она мне говорила, умирая буквально через 2 недели она умрет, она говорила, позвони газовщику, он должен прийти и поменять нам печку, на самом деле плиту, и там, кстати, тоже есть этот вот эпизод, и я, разговаривая с ней, я вдруг поняла, что нет некоего идеального мира, где нет окорочков, есть мир, в котором есть очень много вещей, и эти все вещи важные, и вот это вот потом, я работала тогда со своей подругой и коллегой Дашей Сиренко в галерее Пересветов Переулок, мы в ту годину работали вместе, и я, вернувшись от матери, она задала мне несколько вопросов, как раз у нас был такой разговор, и она сказала, ты знаешь, меня так бесит, что мама все же мне присылает фотки шторок, а ее мама родилась и продолжает жить в Омске, и я сказала, ты знаешь, мне кажется, я поняла, в чем прикол, и она такая, в чем, я говорю, потому что это суперважно, и потому что это часть мира, и это ценная часть мира, и мы с ней очень долго про это разговаривали, и я бежала из Устилимска просто в огне, я сбегала из Устилимска для того, чтобы не жить среди окорочков, не ходить на рынок, и вот это все не делать, бежала очень долго, сначала в Новосибирск, потом в Москву, а потом, оказавшись в Москве, я поняла смысл ценности этого всего, и когда я оказалась в литературе, как в сообществе, я поняла, что все время от меня хотят вот этой стерильности, а эта стерильность подразумевает некий разговор сверху вниз, и когда мы говорим о феминистской литературе, мы всегда говорим про некого универсального субъекта, повествователя, который смотрит на все сверху вниз и знает, что происходит, и вот эта точка, она меня ужасно бесила, потому что тот, кто смотрит сверху вниз, он вообще ничего не знает, и он не знает даже себя, вот в этом вся проблема, и мне хотелось как можно глубже туда, и мне хотелось к вот этой печке и плитке, которая в итоге в книге стала плитой, и вот я надеюсь, что у меня получилось показать этот мир, мир вещей, потому что я знаю, что есть такая ужасная, чудовищная экзотизация нищеты, и вот мне не хотелось, короче, экзотизировать, мне хотелось как-то вот с этими вещами побыть, вот, как-то так. Показать, как есть. Ну, по крайней мере, как я вижу скорее, как я понимаю, да, как есть, никто не знает, есть куча точек, вот, и одна, это вот одна из, что мне сразу бросилось в глаза, когда я читала, очень много описаний того, как выглядело это пространство, как была одета женщина, как, какие звуки, какие запахи, как это все происходит, какие-то вспышки, этого не слишком, то есть, когда я говорю, это очень много, этого не слишком много, это прекрасно и замечательно, но я была просто восхищена, на самом деле, твоей памятью. и я хочу узнать, это с чем связано, потому что, скажем, у меня тоже был опыт, я хоронила бабая, дедушку, и я, это было абсолютно тоже какое-то библейское, вся погода, и все, я все запомнила, все прекрасно, все эти мелочи, они такое значение сразу принимают, но я не живу так, вот я вчерашний свой день так не помню, как я помню момент, когда мы его хоронили, а ты, ты так живешь, или это тоже было связано просто с тем, там есть, там несколько, как сказать, несколько слоев памяти, один получается моя, при этом там же нет вообще совершенно ничего о московской жизни, кстати, это, мне кажется, очень важно, я постоянно ее куда-то, она мне вытесняется, но там есть детство, там есть какие-то истории, там в основном детство, и детство, путь, да, и умирание, и я, дело в том, что, собственно, почему я начала работать с темой памяти, которая меня ужасно волнует, и сейчас, мне кажется, для всех это очень важная тема, потому что мы все очнулись в 2000, там, не знаю, кто-то в 15-м, кто-то в 2021 году, и поняли, что мы не понимаем, кто мы, потому что нашу всю историю стерли советским веком, наше тело у нас отобрали, там, не знаю, той же властью, там, не знаю, капитализмом, и всем-всем-всем, и мы такие, как лунтики, да, я родился, вне зависимости от того, сколько мне лет, и приходится возобновлять, да, эту, копать, при этом бабушки все умерли уже давно, а приходится откуда-то доставать вообще себя, и я про это часто тоже рассказываю, у меня есть такое очень четкое воспоминание, я шла по Москве, шла, и вообще никому не мешала, делала свои дела, вот знаете, бывает такое состояние, когда ты вообще ни о чем не думаешь, ты думаешь только о том, что тебе нужно разрулить какую-то ситуацию, я вот шла и разруливала, потому что я работала в книжном магазине по ряду слов, таком независимом, и у меня была адская совершенно рабочая ситуация, мне нужно было по Москве за два часа успеть невозможное, и я, в общем, разруливала свою ситуацию, и в один прекрасный момент я поняла, что я как бы это все делаю, но у меня, я телесно проживаю тотальный флешбек нахождения в городе Устелинск-Иркутской области на пустыре, и я такая сказала себе, ладно, ну, устала, все в порядке с тобой, просто такое бывает, и ко мне, а потом, через некоторое время я легла в ванную полежать в теплой воде, и оказалась в Устелинске, и мне было лет 20, наверное, 7 тогда, и мое прошлое, оно непроизвольно начало меня настигать, прошлое, от которого я бежала, оно меня добежало, то есть у него была своя, видимо, какая-то, как это называется, своя траектория бега, не совпадающая с моей, но в итоге, в какой-то точке, видимо, вот в ванной, в Кузьминках, такое есть место в Москве, я с этим прошлым встретилась, и я начала писать такую поэму, которая называется «Когда мы жили в Сибири». Она есть в интернете, ее можно загуглить и прочитать, и там я, собственно, начала впервые писать про эти окорочка, про эти салаты, которые с майонезом мы делали на Новый год, с кириешками, про то, как мама ходила на работу, про то, как, не знаю, там есть кусок или нет, про то, как хоронили каких-то людей, пихтовые ветки бросали, про то, как на кладбище нельзя было есть конфеты с могил, и вот так далее, и так далее. И я написала эту поэму, и я подумала, ну, все, в общем, я разобралась вроде как с этими флешбеками, но не тут-то было. И мне кажется, что как раз «Рана» это такое продолжение поэмы, «Когда мы жили в Сибири». Если бы можно было бы создавать, как-то по-другому еще придумать «Рану», то, наверное, эпилогом или, наоборот, предисловием к ним была бы эта поэма, и мне показалось, что этого недостаточно. И я с письмо, я про это тоже и в интервью говорила, и всегда говорю всем, и, в общем, я уже всем набила скомину, но еще раз скажу, я письмо очень связываю с телом. И для меня телесность, которая таким является, вообще я всегда говорю, что тело – это единственный способ нам здесь быть, но при этом тело – это такая аналоговая штука, которая хранит в себе все вообще, то есть память того, как я ходила по Устилимску, хотя говорят, да, через 7 лет у тебя уже новая, не знаю, ты сменилась. Но на самом деле нет, я в это не верю. Мы всегда помним. И на самом деле у нас же есть мозг, который постоянно создает новые нейронные связи, и он и есть материальное воплощение нашего опыта, на самом деле, как и наше тело, там шрамы какие-то или еще что-то. И мне кажется, что вот этот близкий контакт с собственным телом, он дает возможность вскрытия, ну это работает как психотерапия, наверное, да, вскрытия неких точек, вот памятных, памятных точек, я не знаю, можно ли так говорить, точек памяти, узлов памяти. И по мере того, как я писала, я поняла, что я пишу-пишу-пишу, а мне просто вот реальность моя внутренняя подбрасывает флешбек. Говорит, ну и сижу я в ванной опять-таки, никому не мешая, ванная тоже такое классное место, там можно самой с собой побыть. Я сижу там, я не знаю, моетесь ли вы, задумавшись по 30 минут. Я думаю, все люди, да, ты заходишь в ванную, и рефлексия начинается. И вот я тоже так захожу в ванную, и просто вот струя течет, и ты просто вот так стоишь, и все, у тебя там происходит что-то. Наверное, переваривается опыт какой-то. Я, в общем, ходила в ванную за книгой, наверное. И да, и по мере того, как я продвигалась, я какие-то важные штуки находила за счет того, что память мне и тело на самом деле подкидывало, потому что я там обращаюсь как раз к эссе поэтессы, которая всю жизнь просидела в лагерях ГУЛАГа, к эссе Анны Барковой, которая называется «Обретаемое время», по-моему, как-то так оно называется, и она говорит, что вот здесь, сидя в бараке, я могу за счет своей памяти изменить мир. То есть я могу сидеть в бараке, но при этом стать маленькой девочкой, которая стучит в дверь своей первой учительнице, в которой ужасно влюблена. Или вот здесь в бараке я могу представить рядом с собой свою возлюбленную, с которой мы там 10 лет назад сидели и больше не встречались. И она пишет, что я вспоминаю это, и этот солнечный день попадает ко мне сюда. И вот это машина времени, это машина памяти, и я вот это очень сильно на себе ощутила, когда писала эту книгу. Вот. Это очень круто. Спасибо. Я старалась. Я готовила речь. Ну, что сказать? Каждый второй комментарий об этой книге — это то, что это смелая книга. Смелая — это комплимент? Смелая. Я недавно вспомнила. Опять-таки, да, мне все начинается. Вот я вспомнила. Короче, я, когда училась в школе, мы проходили в Генея Негина. И меня поступок Татьяны очень сильно вдохновил. И мне тоже захотелось, мне ужасно захотелось написать любовное письмо в стихах. И я, в общем, так как я не любила никого, нужно было выбрать жертву. И я, конечно же, выбрала жертву какого-то парня, который вообще ни сном, ни духом ходил, читал реп где-то на задворках у Стелимска и думал, что он живет в Детройте. И, в общем, я ему написала страницу на четыре такое письмо пламенное. И обязательно же нужно было передать. Я его передала. Естественно, ответа я на него не получила. Но все говорили, вот это ты смелая. Я только сейчас думаю, ну да, наверное, это было смело. Вот просто, ну интересно же испытать некий опыт. Ты же в подростничестве что делаешь? Ты просто тестируешь реальность на все. Когда ты в детстве ты тестируешь родителей, а потом ты, когда выходишь за пределы дома, ты начинаешь тестировать людей. А человек же, он же не только за пределы дома выходит, он же все время выходит за пределы вообще своих границ. И мне кажется, здесь я снова опять протестировала реальность на возможность продвижения, короче. Вот. И вот это, мне вот это интересно. Мне кажется, это вдохновляющая штука. Я при этом понимаю, почему люди так говорят. Потому что, ну, рассказать про свою маму, что что-то, что в семье что-то было не так, даже знакомым это страшно, это нельзя, это табу. Там про свою сексуальность, вообще про разные травматичные опыты. И так откровенно людей, конечно, это шокирует. Но я понимаю, что нас немножко уже молодых писательниц, которые все в автофикшене так или иначе, уже это ничего не шокирует давно. Но я понимаю, что всегда есть возможность соприкоснуться с другим миром, который вообще там все как в детстве было. Ходит, да, и не понимает, что тут женщины вообще себе такое позволили. Ты уже немножко сказала, что, кажется, ты читаешь отзывы. Вот мне интересно, читаешь ли, что, как это. Ну я читаю. Конечно, мне ужасно интересно. Насколько я вижу, все в основном позитивные. Ну ты не читала рецензии на нацбесте. Есть такая прекрасная петербургская премия, где там какая-то странная система. Я уже не вошла в короткий список. Я была в длинном списке, причем с рукописью, еще даже не с PDF-кой книги, не с PDF-кой предпечатной. И там такая система, что есть круг большой жюри и люди, которые вообще в целом не обязательно критики, они могут просто в каких-то отношениях быть с литературой, они пишут рецензии на тебя. И там в целом не самые приятные вещи я читала, потому что сразу начинаются такие разговоры, что ну вот, это политота какая-то, и что слишком или там ха-ха, Васякина, значит, сейчас будет нам про вагину, кровь, на разрыв аорты, вот это все. Ну да, на разрыв аорты, а я как бы по-другому нету. Вот. Но остальной сегмент критический, он в целом очень расположенный ко мне критики, и меня это ужасно радует, и мне это прям приятно, это классно, классно, что книгу прочитали и похвалили. И единственное, меня тоже смущает на самом деле сравнение с Мещаниновой, потому что меня как бы ставят посередине между Мещаниновой и Степановой. Получается, что память и память и Степановой это такой нарратив про русскую интеллигенцию, про поиск истории русской интеллигенции. Тут же получается, я хорошо очень отношусь к Марии Степановой, и все прекрасно, просто как бы почему-то из-за того, что видимо есть два полюса, и хочется и туда, и сюда приткнуть, а с другой стороны Мещанинова, и Мещанинова это про трэш, трэш я сейчас в кавычках беру, про реальность южного города в 90-е. И так как у меня типа заявка на интеллектуальность, но при этом про трэш сибирского города можно как бы посередине поставить, и это будет у нас уже какой-то диапазон. Вот, ну я не знаю, я должна признаться, я не успела прочитать книгу Марии Степановой, и я читала Зебальда, на которого она очень сильно опирается, я читала письма Марине Цветаевой, с которой она тоже находится в неком диалоге, я читала ее эссе, ну я, конечно же, прочитала Мещанинова, потому что когда я работала в книжном магазине, это была самая ходовая книга, она была тонкая, я люблю тонкие книги, их можно быстро прочитать, пока ты там где-то стоишь в пробке, пока никого нету, или пока ты хочешь спать, но не можешь спать на диване в магазине, в общем, это можно, да, и не так часто отвлекаешься на соцсети, и там же все вот так скачет, и ты тоже как бы скачешь, а я человек из практически зоны военных действий, судя по этой книге, и для меня вот этот вот ритм, который Мещанинова предлагает, он для меня очень даже понятен, но я не знаю, я не могу со стороны просто посмотреть на вот этот диапазон получившийся, то, что сделала Мещанинова, мне ужасно важно, но я не хочу, ну, наверное, не хватает еще, я бы так сказала, я бы не хотела стоять только втроем вот в этом ряду, нам, наверное, надо как-то еще каких-то способов работы с тем, с той темой, с которой мы работаем, короче, как-то так, но моя самая любимая рецензия, это рецензия Лизы Биргера на блюпринте, все, она хорошая, прекрасная, у меня было такое чувство, что я писала специально, чтобы вот Лиза Биргер прочитала, я написала про нее, я прям хотела такую рецензию прочитать, и я когда открыла, я подумала, господи, наконец-то мед течет, течет по моему раненому сердцу, какая хорошая рецензия, вот. Ну, я так понимаю, что ты вообще вышла из довольно враждебной писательской среды, где не чувствовала себя своей в Литинституте, и поэтому, когда сейчас такое, в общем-то, единодушное принятие книги, ну, то есть, в нашем неком, конечно, гетто, но, если так посмотреть, это гетто, оно довольно большое, оно не только люди, которых мы знаем, но и дальше, дальше, и, мне кажется, нос ты получишь в этом году сейчас. Как распорядиться жюри? Как подберется жюри? Я бы еще, конечно, если можно сейчас загадать желание, я бы еще тоже хотела большую книгу получить, но, конечно, мне ее не дадут, ну, по понятной причине, потому что большие книги дают большим книгам, толстым, красивым, про что-то такое, а у меня не про что-то такое, у меня про что-то другое. Ну, про что-то, да. Ну, блин, да. Вот у тебя сейчас период промоушена книги, даешь интервью направо-налево. Мы с тобой сидим, разговариваем. Людей собрали. Как тебе это вообще нравится? Я очень устала от самой себя. Я очень устала от самой себя, но я же еще работаю, и я работаю. спасибо моей школе, что, и спасибо, кстати, твоей школе, что мне не нужно ходить каждый день на работу, а мне нужно ходить на работу в определенные дни и в определенные часы, и я могу, как обычный фрилансер, себе позволить там, не знаю, работать, когда хочу, практически, по расписанию, но при этом делать какие-то свои дела. Вот, но я отказалась от всей сейчас работы, которая, это то, что называется, от работы, которая бесплатна, я отказалась, потому что я понимаю, что это адская, тяжелая история, хотя раньше, ну, я вообще всегда соглашаюсь, там, не знаю, написать кому-нибудь на обложку что-нибудь там, или написать кому-нибудь предисловие, написать кому-нибудь там, не знаю, что-то сюда, что-то сюда, но сейчас я от всего отказалась, я просто занимаюсь тем, что вот я езжу, вернее, я только сейчас приехала, потом мы в Самару поедем, я сижу, отвечаю на сообщения, туплю в Твиттере, и пишу новые тексты просто свои, и все, и больше ничего такого не делаю, но мне ужасно приятно, когда что-то происходит, потому что ты когда живешь, а я сейчас еще приехала в Казань на две недели, и приятно же, когда ты что-то сделала, у тебя на столе лежит, а у меня с собой нет экземпляра книги, и я как будто бы приехала, и как будто бы я в пустоте, сейчас вот сегодня я пришла, в смену увидела, что она прям встречает меня у входа, и мне стало ужасно приятно, я подумала, вот она моя, какая красивая, какая хорошая, вот, как-то так, ну, устаю, устаю, конечно, очень сильно, ну, это нормально, но этого стоит, наверное, тебе виднее, посмотрим, ну, потому что книга вышла полтора месяца назад, и непонятно еще, куда она как бы двинется, ну, да, есть, конечно, и хорошие новости, закончился первый тираж, и второй уже успели допечатать, ну, первый тираж был тысяча всего, и издательство успело допечатать еще две тысячи до майских, но напечатали без правок, очень много опечаток в книге, очень много неточностей, и который я уже, у меня дома лежит экземпляр, он весь заложен, весь исчиркан, потому что это вправки, которые я вносила уже после печати, что все к нонфикшену вот так вот делали, вот, и я надеюсь, что когда, если мы будем делать еще один тираж, нужно тоже, нужно кого-то попросить, то мы, то я внесу все правки, и уже четвертая тысяча будет в нормальном таком состоянии, вот, как-то так. Вот, тираж разошелся первый, всего тысяча, тысяча, это много, это не хил так, если уж в Питере люди в очереди стоят за книг, как в советские времена. Твит смешной был, при этом рядом в другом магазине лежит 50 экземпляров, тираж разошелся в том смысле, что он разошелся из, со склада магазина, ой, со склада издательства, то есть его нет в издательстве, но есть во всех, ну, практически во всех магазинах, да, я увидела твит, что люди в Петербурге стоят в очереди, за книгой, когда она приедет, а при этом в подписанных изданиях в этот момент, там, по-моему, там 50 мне написали экземпляров, или что-то такое, ну, то есть можно как бы просто открыть карту и посмотреть, где еще есть магазины, но, видимо, мы все настолько привыкли к дефициту, что так спокойно смиряемся с тем, что можно вот книгу немного подождать, чуть-чуть совсем. Это еще запрещенка все-таки, 18+, там, все, что нельзя. Переводят на английский. Да. И это еще только начало, я так понимаю, что будут еще другие переводы. Да, да, издательство Capital, ой, Catapult Book купила, права буквально сразу, но это так мило, потому что она выйдет в 2023 году, и я себе сказала, ладно, придется подождать, потому что я ненавижу ждать. Это быстро на Стриаполе, а там же перевод, там вот это все, и я такая думаю, ладно. И есть, я так понимаю, у издателей какое-то свое медиа, в котором они тайно публикуют анонсы каких-то будущих книг, которые вот я постила скрин этого всего, я не знаю, ничего не понимаю, я не говорю по-английски, читаю с горем пополам, и, конечно же, я прочитала, что они написали про мою книгу, и, конечно, это интересно, что в России эта книга о потере, о памяти, ла-ла-ла-ла, там книга о лесбиянках в России. Все. Как бы, ну, понятно, как это работает, ничего, в этом нет плохого, я понимаю, как это конъюнктурно, да, решается, и, наверное, если бы там не было темы лесбиянок в России, книга бы так быстро не улетела, наверное, туда, хотя не знаю, ну, в общем, не мне судить, я ничего не понимаю про этот рынок, но мне, да, написали, сказали, вот, пожалуйста, продлите с нами договор у НЛО, для того, чтобы мы подписали договор с американским издательством. Ну, ты чувствуешь успех в связи с этим всем? Я чувствую удовлетворение, очень-очень серьезное удовлетворение, и мне очень приятно, что так случилось, и я, ну, я как человек из Устилимска, думаю, так, надо не сглазить, надо не сглазить, нужно, нужно меньше радоваться, потому что потом поплачешь. Мне мама говорит там, где ты поменьше, побольше посмеешься, побольше поплачешь. Вот сейчас, и поэтому я как-то стараюсь очень дозировано радоваться, и очень дозировано все делать, но мне просто ужасно приятно смотреть на эту книгу, потому что она красивая, и я обожаю ирисы, это мой любимый цветок, и дизайнерка просто вот, ну, случайно угадала, и это такой был, потому что называется мэч, вот. Ну, я, конечно, благодарна издательству, потому что они прям собирали консилиум для того, чтобы обсудить со мной обложку, для того, чтобы обсудить со мной пиар там, ну, то есть это был какой-то такой подход, потому что когда я работала с АСТ, и я думаю, что магазин смены меня поймет, с гигантами работать очень тяжело, и они как бы тебя просто вот так вот, они они вот так вот тебя вот так вот как бы раскручивают, туда куда-то, в этот бюрократический аппарат, куда-то там тебя бросают, и ты просто в невесомости болтаешься. А здесь такой очень человеческий ручной подход, потому что все на, как сказать, на на дистанции вытянутой руки, и ты можешь, не знаю, написать пиар-менеджеру, например, или написать специалистке по правам, или написать всем, и тебе сразу ответят. Я не могла бы купить экземпляры, вот эти, которые вот как раз в смену отправила, я не могла бы купить экземпляры где-то месяца два авторские, просто потому что, ну, до тебя дела нет вообще, вот, а здесь, да, здесь такой контакт, ну, это потому что я Оксана Восякина, а не Прилепина, или еще кто-то, если бы я была кем-то, там, не знаю, еще кем-то прекрасным, большим и мраморным уже, то, может быть, у меня бы были отношения с АСТ менее травматичные. У меня последний вопрос, и я предлагаю залу подключиться, у меня вопрос с канала Культура. О чем будет ваша следующая книга? О, я уже, да, я уже говорила, я уже начала писать, я всегда шучу такую очень черную шутку, у Сьюзен Зонтек есть эссе такое очень большое, которое называется «Болезнь как метафора», и оно включает в себя эссе о раке, эссе о туберкулезе и эссе о спиде, а у меня как бы бинго, у меня мама умерла от рака, отец умер от спида, а тетушка умерла от туберкулеза, и у меня как бы такой веер, это звучит ужасно, но это моя жизнь, и тут мне всегда говорят, почему ты не пишешь, хорошие книги, ну потому что у меня нет другой жизни, я не знаю, как писать хорошие книги, там есть, да, этот момент, что меня попросили написать смешную светлую книгу, а я не могу написать светлую книгу, потому что я ничего, кроме темноты, не видела, вот, и да, и я сейчас уже начала писать книгу про отца, и мне хотелось бы написать книгу в целом об эпидемии спидович в России, про то, как, ну, конечно, это художественный текст, в котором нет, не будет исторических справок, там, в таком-то году, в конце, там, не знаю, восьмидесятых завезли первые, там, тра-та-та-та-та, вот этого всего, там, конечно, может быть, я задену эпидемию ВИЧ в Элисте, которая была из-за там, амбулаторных каких-то ошибок и сбоев, вот, но и это будет такая история про отца, который всю жизнь пробыл в дороге, потому что он всю жизнь проработал водителем, а потом работал дальнобойщиком, и человек, который просто вот сам не понял, от чего он умер, и я уже, там, у меня есть уже какое-то количество текста, и пока мне нравится то, что получается, но обычно, когда мне нравится, что что-то получается, быстро все начинает, перестает нравиться, и начинаешь искать новые ходы, и я жду тот момент, когда мне разонравится, что у меня получается, чтобы искать новые ходы, ну, в общем, как-то так, да, а, и есть у меня еще проект, который мне даже уже одобрили, но я его, Пока он у меня есть в голове, но у меня еще его нет на бумаге. Я мечтала очень сильно, долго. И, кстати, завтра приглашаю всех на лекцию про феминистскую поэзию. Я мечтала написать несколько эссе о ключевых фигурах феминистской поэзии. И у меня есть уже этот материал. Он начитанный как лекции. Мне нужно их переорганизовать в книгу. Но мне нужно просто сесть и написать. И для этого я шучу про то, что мне нужен новый локдаун. Но нам он не нужен всем. Но, в общем, я надеюсь, что я найду какую-то возможность. Кстати, в Казани неплохо пишется, я могу сказать. Видимо, потому что дома ничего нет, ничего не отвлекает. Пустая просто съемная квартира, в которой просто диван, стол, кровать. И ты просто сидишь и пишешь текст. Так что это очень хорошее место для письма. В Анапе не так писалось. Да. Приезжайте почаще. Да. Вам нужно открыть здесь, как это называется, резиденцию для писателей. На какие шиши? Да. Главное, чтобы там не было традиции вместе ужинать. Мы уже с тобой обсуждали эту тему, что мне очень тяжело дается, даются совместные ужины. Вот. Спасибо. Механика у нас такая, что вы поднимаете руку. Я подхожу с микрофоном, потому что мы записываем звук и видео. Поэтому не стесняйтесь. Да, не стесняйтесь. Пожалуйста. Аниса, привет. Да, Оксана, привет. Привет. Мы вчера были на воркшопе, поэтому на «ты» обращаюсь. Ну, вопрос практически. Очень хочется узнать, как ты пишешь, как организуешь свое рабочее пространство. То есть, вот ты говоришь, что в Казани хорошо пишется. Не знаю, позавтракала, вот там, не знаю, в 10 у меня начинается там письмо, да. И я пишу до 12, потом делаю обед, прогулку, потом дальше иду. То есть, вот такой какой-то очень… Таймлайн. Да, простой такой бытовой вопрос. Как это вот реально у тебя происходит? Не знаю, ты ждешь вдохновения или еще как-то? Ну, про то, что я про это чуть выше говорила, что ты всегда, когда текст пишешь, ты всегда в нем находишься. В любом случае, это такая штука, ее никуда не денешь. Мне важно, чтобы вокруг не было ничего, что меня отвлекает. Ну, это да, это романтический миф о том, как отец семейства писатель говорит всем, закрывает дверь в своем кабинете и начинает писать свой великий роман. Это не так. Я пишу в целом, у меня нет кабинета, у меня дома очень хорошее рабочее место, у меня такой большой круглый стол, на котором такая куча книг. И я там, в общем, иногда что-то оттуда достаю. Но у меня нет... Я дикарка в смысле тайм-менеджмента вообще. Я обычно, если... Я часто опаздываю. Я не опаздываю только тогда, когда мне нужно выступать. Потому что я начинаю нервничать и боюсь опоздать. И вообще, если бы у меня дома не было факторов к некоторому режиму дня, потому что есть домашние ритуалы, которые обязательно нужно выполнить. Типа вовремя лечь спать, вместе вечером попить чай и утром обязательно позавтракать вместе. Если бы их не было, я бы жила как просто чудовище. Потому что я не умею вообще время, со временем ничего делать. Я моюсь тогда, когда хочу, я пишу тогда, когда хочу, я сплю тогда, когда я хочу, если меня не дисциплинируют. Но у меня есть дома человек, моя жена, которая все время меня дисциплинирует. Вот у нее есть такое... Она мне всегда говорит, спать! И я, короче, такая, типа, ну ладно, все, я спать. А так я могу бродить до 4 утра, просто там совсем переписываться. И вообще ужасно анархически себя веду. Но если я работаю, вот прям пишу текст, то я стараюсь максимально очистить вообще пространство от дел. И единственный... Вот сегодня я, например, писала часа три. То есть я села и начала писать. Вчера я сидела и писала часа три. Единственное, что я делаю, это залаживаю в соцсети. Устала, посидела в соцсетях, ничего вообще не делаю. Просто вот сижу и пишу, и пишу, и пишу, и пишу, и пишу. Вчера Света сказала, что у Светы есть прям, типа, час или сколько времени, когда нужно писать. Я так вообще не умею. Мне нужно, чтобы... У меня просто, если я не занесу его в календарь, там окажется какой-нибудь созвон. В другом месте, да. Да, или, в общем, что-то другое. Просто нет такой, к сожалению, нет пространства для того, чтобы вставать. Там у меня целый день впереди. К сожалению, да. И вот у меня тоже нет такого, но так как я в Казань приехала, дел-то нет. Не нужно же там, не знаю, цветы пересадить, например. Сейчас вот весна. И вот у меня есть блокнот, и я понимаю, это мой такой ежедневник годовой. Уже веду вот второй год такой блокнот, и мне ужасно нравится. И я вот понимаю, там, где у меня пустой день, вот такой вот, и если там еще ничего не попало, то я там попишу. Все. Если я вижу, что у меня вот 18 мая, я вижу, будет работа, я буду вести занятия, значит, что этот день весь я не буду писать. Все. А если весь месяц будет вот красный, то я писать не буду. И у меня есть такая штука, мы, кстати, тоже вчера это обсуждали, я всегда пишу, вернее, делаю дела в ущерб письму. У меня есть такая штука, что я лучше пойду помою посуду, я лучше поделаю еще что-то. Так, ну ладно, я схожу, вот это сделаю. Ну нет, 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 нет. И поэтому мне в Казани так легко, потому что тут не надо ничего делать. Утром я быстро помыла посуду и села своими делами заниматься. Быть очень сильно меня, мне машет рукой, говорит, ой, у тебя тут цветочек надо пересадить, вот здесь помыть его надо, там еще что-то. А на балконе-то у тебя завал, говорит мне балкон, а там такая куча, куча, куча всякого хлама. И она вся просится. И вот тогда, когда я уберусь, вот тогда я могу писать. Короче, поэтому у меня нет этого часа, потому что я вижу, что, например, Ренингер, у нее вообще какая-то, она как машина, я подписана на нее, она такая, все, мы садимся писать. И они пишут. Я думаю, ну нет, это не для меня. Это вот ваш дисциплинарный подход, не для меня. Вот как-то так. Короче, вот так я работаю. Ужасно. Со мной невозможно вести дела. Вот. Спасибо. Здравствуйте. Здрасте. У меня, наверное, целых два вопроса. Можно? Конечно. Первый вопрос. Вы вначале сказали, что по какой-то причине сначала было невозможно, ну, проза казалась невозможной. Что перещелкнуло? Что поменялось? Почему оно вдруг стало возможной? Не просто же потому, что локдаун. Как вот, как-то получилось, что с поэтического текста вдруг, поэтический текст вдруг стал перетекать в прозу. А второй вопрос? А второй, ой, извините. А второй вопрос связан с переводом на английский язык. Вы не переживаете за свою книгу? Как ее переведут? Можно быстро на второй вопрос отвечу, а потом на первый? Я не очень переживаю, потому что мне сразу показали переводчицу, и я так понимаю, что это переводчица-специалистка по русской литературе. Она переводит Аллу Горбунову, которая вышла тоже вот в этом издательстве, «Конец, это моя любовь». И она будет переводить Рану. Но у меня еще есть такой бонус, цикл поэтический, который вошел в книгу «Ода смерти». Он уже переведен на английский язык, и перевод сделан очень хорошо. Его переводили словисты, и поэтому, кстати, с поэзией намного проще, чем с прозой, потому что поэзией очень сильно увлекаются американские словисты, и они часто переводят поэзию русскую, современную, на английский язык. И поэтому, например, у меня почти все стихи переведены на английский язык. И поэтому я думаю, что если будут какие-то затыки, то я просто предложу вот этот уже готовый перевод, и как-то, в общем, мы разберемся. Я не знаю, вот тут надо, наверное, спросить еще у людей, которые читают на языке оригинала разный автофикшн. Я так понимаю, что многие говорят, что книга в целом в традицию как-то вливается автофикшн, и я думаю, что там есть инструмент перевода этой книги, хотя я ее вообще, саму по себе, эту книгу, хотя все говорят, что вот такой западоцентричный текст, для меня это вообще супер русский текст, в котором, я не знаю, тот же Гоголь с мертвыми душами или Платонов какой-нибудь. То есть, короче, для меня это русский текст в первую очередь, но как его переведут, так, видимо, и переведут. И я, к сожалению, не смогу, я даже установила себе профиру, чтобы начать заниматься английским языком, чтобы потом прочитать перевод. Короче, да. Я спросила в связи с тем, что вы сказали, что вот в России видят эту книгу вот так, а на Западе видят вот так. Типа манипуляция? Да, это как, знаете, как отдают трек, какую-то песню на перепевку, а потом человек, который слышит, что с ней сделали, он забирает права, потому что, ну, совсем не про то. Ну, к сожалению, я не смогу забрать права, потому что они уже давно мне не принадлежат, и причем не принадлежат мне будут до 35-го года. Да, я, если честно, не очень боюсь. Вот я, наоборот, очень сильно страдаю, когда, наоборот, на русский язык приводят такие книги, потому что вот мы читали «Аргонавтов» Нельсон, и там был такой момент, когда Нельсон говорит о Стоунбуче, по-моему, а перевели как «ты был каменный» или что-то такое. Ну, то есть, мне кажется, что это какая... Ну, возможно, это изначально была такая задумка, да, но, короче, нужно выяснять этот момент. Мне кажется, наоборот, на русский язык сложно переводить такие тексты, чем на английский, потому что на английском очень хорошо разработан этот вокабуляр, и я надеюсь, что все будет в порядке. Вот. Короче, давайте все вместе... Я сегодня всех прошу кого-то. В общем, давайте все вместе кого-то попросим, чтобы было все в порядке. Вот. А по поводу прозы и поэзии я, если честно, это как раз на самом деле центральная тема для книги, потому что я там пишу, что после того, как мать умерла, я перестала писать стихи. И моя машина поэтическая, она просто сломалась. И все, как бы. Я больше не могу писать стихи. В смысле, не сейчас, а вообще, ну, вот там. И я очень долго мучилась. Я писала какие-то тексты поэтические. Ну, не могу сказать, что я вообще перестала писать. Я всегда пишу что-то, что-то там, что-нибудь там допишу. Но как-то это все у меня не складывалось. Было такое чувство, что язык сломался. Вот как, ну, вот ломается печатный станок. Вот то же самое произошло. И мне пришлось искать новые какие-то способы выражения опыта. И в итоге мне подвернулась проза. Сначала, вернее, эссе. И потом я поняла, хм, если я могу написать эссе на четыре странички, наверное, я могу написать роман. И я подумала, ну да, это же неплохая идея. И, в общем, да. И я просто переключилась. И это тоже, да, уже такая история. Я часто про это рассказываю, что как только мне Денис написал, что Оксана, все в порядке, мы сдали книгу в печать, мы успеваем до нонфикшена, все прекрасно. Я пошла, я тогда была в Анапе, и я пошла просто на море, походить по шторму и написала первое стихотворение после того, как это все закончилось. Оно, конечно же, тоже было про смерть. Оно было про... Это был как раз канун годовщины смерти матери, и я посвятила этому кануну стихотворение о зимнем море. И поэзия, она же для чего есть? Для того, чтобы про смерть писать. Вся поэзия вышла из ритуала, и, в общем, для того, чтобы помогать людям переходить из одного состояния в другое. И я, в общем, этим всем очень увлекаюсь, занимаюсь. И да, это, конечно, был очень серьезный затык начать думать романом, а не поэтическим текстом. Потому что если вы пишете, вы знаете, если вы пишете и то, и другое, то вы знаете, что поэтический текст, он позволяет намного больше тебе аффекта какого-то, намного больше, там, не знаю, бежать и писать. А здесь такого нет. Здесь тебе нужно идти и писать, идти и писать. И это очень такой новый для меня ритм. Удивительно интересный, потому что я вот сейчас тоже стала новый текст писать. Я понимаю, как медленно работает проза. И мне очень нравится пока что. Я даже увлечена, я бы даже так сказала. Я всегда сравнивала прозу с пивом, а поэзию с шотами. Что типа пиво ты долго пьешь, а шоты ты бахнула и пошла. И вот я вот сейчас вот пью пивко. Терпеливо. Да, терпеливо, кстати, это тоже. Спасибо за вопрос. Здравствуйте. Здрасте. Тоже вопрос про поэзию и прозу. Что такое произошло, может быть, общего, что поэты на разных концах земли стали именно к этой теме, обращаться к теме отношений с матерью, к теме травмы, к теме тоже телесности. Я спрашиваю, потому что мне показалось, что ваше произведение по идее напоминает роман Оушена Вонга «Лишь краткий миг земной, мы все прекрасны». У всех есть мама, и почти у всех, я бы так сказала, почти у всех есть мама, и почти у всех есть родная мама, и у всех есть смерть. И просто мы сегодня, мне кажется, находимся на той стадии развития культуры, если я могу вообще говорить в таких широких категориях, в которых уже перестали работать такие тотальные нарративы, но стало интересно вообще заниматься собой, потому что вот вы с этой книгой сравниваете. Потом я видела, что меня сравнили с Кнаус Гором, или как у него, с Кнаус Гором, потом еще с другой автофикшн-авторкой, которая написала книгу «Материнство». Все эти книги я не читала. А существование Кнаус Гора я узнала тогда, когда меня с ним сравнили, я пошла, у меня есть приложение MyBook, я почитала чуть-чуть, послушала, поняла, про что это. И я просто действительно не читаю практически прозу, я читаю в основном нон-фикшн, типа научные какие-то книги, либо поэзию. Но я вижу, что периодически поэты и поэтессы пишут прозу. И вот, например, Степанова, она поэтесса, и она написала прозаический текст. Или, например, пару лет назад выходила книга «Всеспособные дышать дыхание» Ленор Горалек, которая вообще изначально поэтесса, например. И мне кажется, что просто есть... Тут, мне кажется, два пласта. Один, то, что называется экстенциальный, хочется написать большую книгу, например. В смысле, большую книгу не премию, а в смысле книгу написать. Хочется что-то такое сделать достаточно большое. Это интересно, это очень интересный опыт. А с другой стороны, я как человек живущий и живший, и, наверное, в будущем буду жить в мире поэзии, я вижу, как обесцененная поэзия сегодня и как тяжело в поэзии вообще жить. Есть, конечно, люди, которые занимаются поэзией, например, Вера Полоскова или другие поэтессы, которые, не знаю, Хастахова какая-нибудь. Ну вот такого типа поэты. А есть другие поэты, которые по-другому мыслят поэтическое и которые по-другому мыслят вообще миссию поэта. И это типа я. И у меня, с одной стороны, лично есть там большая традиция поэтическая, на которой я наследую, на которой я постоянно думаю, и в частности к ней я обращаюсь, когда я писала эту книгу. Но тем не менее, тот тип поэтического текста, который я произвожу, он не монетизируется от слова совсем. И когда ты пишешь роман, вот когда вышла книга «Ветер ярости», на нее вышло, мне кажется, всего лишь одна или две рецензии за два, кажется, года. Когда вышла рано, она вышла полтора месяца назад, и я смотрю, я гуглю, я вижу, что это работает. И это не значит, что нужно бросать поэзию, это значит, что поэзия – это то, что нельзя купить, и то, что нельзя продать, и это хорошо, это то, что у нас остается. Но я сделала очень хитрую штуку. Я знаю, что поэзию очень плохо читают, и мне ужасно жаль, потому что для меня поэзия – это то, с чего я начинала, и то, с чем я постоянно живу, и то, о чем я постоянно думаю. Я просто положила в эту книгу стихи. И это в том числе такая, как бы, конверт, печенька с пожеланием. Печенька вкусная, но есть еще пожелание, над которым нужно будет ломать голову. И так работает поэзия, собственно. И так, мне кажется, я замыслила эту книгу, что она вроде как бы такая простая печенька, а там внутри есть пожелание, которым закодировано что-то. И это центральный текст в этой книге. Это поэма, либо цикл поэм, который называется «Ода смерти». И это, конечно, еще то, почему пришлось книгу называть романом, например, а не, там, не знаю, чем угодно еще. Изначально мы хотели назвать ее поэмой вообще. И мы очень много с Денисом про это разговаривали, потому что «Мертвые души», это «Венечка Ерофеев», это такой брутальный жанр, мужик куда-то едет, там вот это все происходит. И, в общем, да. Но еще тут по поводу каких-то общих мест, когда на сайте НЛО, в паблике НЛО появился первый анонс этой книги, какой-то мужчина написал, ой, господи, эти урны, они вообще во всех этих американских сериалах, сколько можно возить эту урну, сколько это же уже такое общее место. Я не видела ни одного текста на русском языке о перевозке урны. И почему, там, не знаю, американский или любой западный текст должен перевешивать у меня свой путь. И он очень сильно отличается от американского. И об этом тоже написала, сказала Света, что там вот эти женщины на досмотрах, которые боялись даже дотронуться до урны, или там все вот эти вот наши прекрасные чудеса, наши похоронные индустрии, которые я тоже пишу. И это наш русский контекст, и мне было необходимо об этом тоже сказать. И я здесь процитирую фрагменты из книги как раз «Мария Степановой памяти и памяти», которую я, к сожалению, еще не прочитала, но я его знаю просто. Она приходит, ее героиня приходит в какой-то архив, и ей старичок, который этот архив держит, и говорит, «А, вы одна из тех женщин, которые пишут книги о своих родственниках?» Она говорит, «Да». «Так, ну, будет много очень таких книг». И она говорит, «Будет еще одна». И есть много текстов, но будет еще текстов, потому что мы одной книгой вообще не обойдемся, потому что это я с такой сложной нетипичной идентичностью пишу свою книгу, но есть еще много людей, у которых идентичности не более и не менее сложные, и опыт не менее и не более ценимый. Но это вот, короче, про это. И я еще тоже где-то прочитала, что вот, типа, это не плагиат, это традиция. Ну да, это традиция. Вот, как-то так. Так, короче, широко ответила на вопрос, простите, у меня сегодня, видимо, говорильное настроение. Здравствуйте. Вы слышны? Да. Можно несколько вопросов? Давайте. Первый вопрос, вот когда я решила загуглить, да, новую книгу, да, написала Вася Акина рано, вышли две ссылки на сайты СНОП и Эскпайр, где они, значит, выложили отрывки из вашего романа. Вот у меня вопрос, это такой промоушен от издательства или это предложение от журналов идет? Я просто, ну, вообще с этим не знаком, поэтому такой вот наивный вопрос. Да. Вообще обычно по-разному, и вообще обычно издательства отправляют, это называется припринт, издательства отправляют куски текстов, которые они считают там более выгоднопродажные, вот это все. С Эскпайром у меня была изначально договоренность просто потому, что Максим Мамлыга, редактор как раз вот Эскпайра в сфере книг, он читал текст в рукописи, и мы с ним его обсуждали, вот когда она, рукопись уходила в редактуру, и я его лично попросила репринтнуть. Но я думаю, что это бы, ну, произошло в какой-то, ну, может быть, даже это был бы не Эсквайр, а еще что-то. То есть еще репринтят где-то, могут опубликовать, не знаю, в каком-нибудь журнале типа Сапсана или еще что-нибудь такое. Следующий вопрос. Может, ему покажется каким-то неуместным, но тогда, пожалуйста, не отвечайте. Как вы думаете, чтобы, не знаю, там могла... Не волнуйтесь, пожалуйста. Я считаю, что все вопросы уместны. А чтобы могла подумать, не знаю, почувствовать, сказать вашей маме, если бы она прочитала вот эту вашу книгу. Все в порядке. Я думала все время об этом. И для меня это был очень важный вопрос. И я его всегда сама себе задавала. И, собственно, поэтому появилась последняя глава, о которой я говорила, в которой я пишу, что все это время я говорила о тебе в третьем лице, но я бы хотела сейчас поговорить с тобой. И там последняя глава, она вообще малепусенькая вот такая, о том, как я в тексте, говорит с матерью из этого текста. И это попытка выстроить этот мост, мост коммуникационный в первую очередь, потому что вся книга о том, что невозможно было выстроить контакт с матерью. И это попытка, то, что называется, после смерти с ней поговорить. И я с нетерпением жду реакции на эту книгу моей близкой, близкого мне очень человека, которая меня частично воспитывала и которая была маминой близкой подругой. Она там есть в тексте, тоже фигурирует. И она еще пока эту книгу не прочитала, потому что до Владивостока она там, черт знает, когда доедет, и мне нужно будет ей отправить, наверное, экземпляр. Но мне очень интересно, как она отреагирует, потому что я воспринимаю ее как часть этого мира, который на меня смотрит. И это, возможно, будет очень тяжелый разговор, но я к нему готова. Мне кажется, что очень важно вот это говорение, которым я занимаюсь в этой книге. Это же работа с памятью, она чем полезна? Тем, что ты, с одной стороны, начинаешь выстраивать себя, а с другой стороны, ты отвоевываешь себе возможность быть той, кто ты есть. И всякие психологи скажут, что вот эта книга, это такая история про сепарацию от матери. А сепарация — это когда ты становишься отдельным человеком, который имеет свой опыт, имеет свою точку зрения. И вот мне кажется, это важный момент такого как бы, в некотором смысле даже манифестации, она не подростковая, а такая уже взрослая манифестация себя матери. Но здесь же еще прикол, мне кажется, заключается в том, что внутри меня, и как и внутри всех людей, у которых была мать, мать остается. Ты все время живешь, я смотрю на себя в зеркало и думаю, привет, мам. И это как во внешнем облике происходит, так и во внутреннем. Я иногда разговариваю, как она, я иногда думаю, как она. И внутри меня есть мать, которая в некоторый контакт вступает с этой книгой. Я думаю, это она стыдила меня за то, что я ее писала. и мне было необходимо договориться, и мне кажется, я договорилась. Как-то так. Прекрасно. Спасибо. И еще следующий вопрос. Вы говорили, что иногда пишете рецензии на книге, но это получается вы именно на поэзию или на прозу тоже? На поэзию не будут платить за рецензию, если это, например, не книга Веры Полосковой. На нее я писала не рецензию, я писала такой небольшой эссе. Я пишу в основном на прозу, либо я пишу на нонфик, и мои рецензии есть на таком сайте, который называется «Год литературы». Он выглядит так себе, но там есть мои тексты. И на Горьком, для Горького я пишу рецензии. И, собственно, да, в частности, на книге «Зайстону Китин Пресс» я писала рецензии. В общем, да. Вы как-то сами выбираете, или это просто какую-то вам подборку отправлять издательство, или вы все-таки там что-то увидели, или там, а, вот тебе напишу, а вот тут как-то это не моя тема. Ну, там по-разному бывает. Обычно Горький обычно предлагает, либо я предлагаю. Там зависит от... Но я сейчас отказываюсь, но если я вижу, что прям хочется-хочется, я показываю книгу, и мне ее одобряют или не одобряют. Ну, так все медиа работают, книжные и литературные. Вот. Это кухня. Кухня всяких дел. Вот. Если у вас нет вопросиков... Молодцы. Здравствуйте. 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 Здесь уже говорили про сравнение Степановой. Я услышал, что вы не читали, но тем не менее, когда я читал Степанову, я для себя сформулировал, может быть, какую-то идею этой книги, этого романца, как она сама называет, как некая экология памяти. В том смысле, что для нее очень важно было не превратить своих родственников в такие музейные экспонаты, на которые люди смотрят сквозь витрину, стекло, то есть не сделать их объектами, сохранить какую-то субъектность. И для этого она предпринимает какие-то вещи, нарративные в том числе. Например, в этом романсе нет ни одной фотографии, скажем, в отличие... Одна фотография есть в конце книги. В отличие от Зебальда, который активно работает с этим. Вот для вас это было важно не превратить свою мать в объект, сохранить эту субъектность. И насколько это было вообще сложно, насколько вы думали об этом, когда писали этот роман? Да, спасибо за вопрос. Ужасно. Вот прям радикально важно было это сделать. Я не знаю, здесь уже читатели сами для себя ответят на этот вопрос, получилось или нет. Собственно, поэтому появилась последняя глава. Потому что единственный способ перестать объективировать нечто, неважно, человек это или животное, не знаю, что угодно, или стол, обратиться к речью. И поэтому в конце появляется эта речь, обращенная к матери и обращение на ты. Но мне кажется, что здесь, вот в случае со Степановой, и для меня это тоже очень важный момент, само вопрошание, которое вы сейчас проговорили, оно и есть прием. Прием выстраивания неких экологичных отношений с объектом описания. И мне кажется, что я, ну, видимо, и у Степановой, собственно, вот это становится частью приема. Потому что невозможно описать кого-то или еще что-то слепо, не обнажая себя как сомневающуюся, не обнажая себя как пишущую. И поэтому и у меня есть тоже этот момент, где я начинаю, в тот момент, как раз, когда я ставлю некую точку и понимаю, что мне необходимо сейчас, что я стою на какой-то развилке, я начинаю писать такой текст про речь, внутреннюю речь моей матери. И через два абзаца останавливаю сама себя и пишу, что это не работает теперь. И в этом смысле, да, это такая постоянная попытка разобъективации и выстраивания речи с неким субъектом внутри нарратива. Для меня это было ужасно важно. Спасибо. Спасибо за вопрос. А можно я добавлю, что там в конце ты описываешь фотографию матери, и я знала, что сейчас я переверну страницу, и там не будет этой фотографии, потому что это не такая книга. И я так хотела ее увидеть. Но в конце концов, ну, видимо, за счет того, что я все-таки знаю, как ты выглядишь, у меня просто заменилось ее лицо твоим. И вот так я ее и дочитала. Класс. Ну да, мы же на самом деле, когда умирает мать, мы становимся матерью. Здесь еще мы обсуждали этот момент как раз с дизайнеркой, когда мы делали дизайн самой книги. Было несколько вариантов. У меня есть любимая фотография островов Лосята, которые, собственно, описаны и в книге, и это в Сибири несколько сопок, между которыми стоял поселок Старый Неван, который был затоплен для того, чтобы построить ГЭС. И перед тем, как Лосят затопили, какой-то фотограф, возможно, он не любитель, скорее всего, скорее всего, профессиональный фотограф, сделал потрясающее фото этих островов, которые вот-вот затопит. И эта фотография висит у меня на баннере на Фейсбуке, и я вот часто на нее смотрю, и для меня это такая, как бы, такой, ну, это как матера у Распутина, которая вот-вот затонет. Для меня это такой символ советского прогрессизма, да, и вот этих всех страшных слов. И я думала, что нужно поставить, наверное, эту фотографию либо фотографию матери, но мы очень много разговаривали об этом с Денисом, и это был очень важный момент, он был принципиально важный. Мы сразу вспомнили эссе Барта «Камера Люцида», где в конце концов фотография матери не появляется. И хотя, казалось бы, да, там все к тому идет, и было необходимостью отменить вообще фотографию как таковую, мне кажется, еще и, я часто про это думаю, еще и потому, что фотография перестала быть как бы тем объектом, смотря на который мы испытываем ту самую ностальгию, испытываем ощущение уникальности даже, я бы так сказала, потому что мы обесценили фотографию за счет цифрового подхода, потому что когда Барт пишет, нет цифры, Степанова тоже, этот Зебальт пишет, когда нет цифры, и поэтому ему важно вставить фотку. Степанова пишет, когда уже есть цифра, и она ставит пупсика, вот, и для меня тоже было важно не ставить фотку, вот, это такой тоже важный момент, конечно. Спасибо. Привет, спасибо вам за этот разговор, у меня вопрос про телесность, ты вчера на воркшопе говорила об этом, сегодня упомянула, и в принципе, то, как я познакомилась с твоим творчеством, это поэма «Теория блика» в открытых, и потом трек с Христины Заремба, который просто меня поразил, я его слушала несколько раз на повторе, мне кажется, втыкала в стену просто, и прям действительно получалось ощущать, конечно, не твои чувства, но какие-то там свои ассоциации, я прям чувствовала это на физическом уровне, поэтому интересно, как у тебя получилось так скажем подключиться к этому, что ли, как ты начала так писать, потому что могу предположить, что когда ты училась, когда там начинала писать, наверняка это было какой-то запретной наверное темой, женской телесности, тем более, и вообще в принципе в каких-то там классических парадигмах это наверное считается чем-то неприличным, как получилось вот к этому прийти, и может быть это какие-то коллегии, может быть это перевод иностранной литературы, вот интересно это, и как ты вот ощущаешь я и тело, это ты ставишь знак равно, или ты говоришь вот например я ощущаю вернее сейчас, например, я чувствую или мое тело чувствует, то есть знак равно между мной и телом, или это какие-то разные субстанции, и тело это некая данность, которая тебе дана, и это единственный способ воспринимать мир, просто ты в этой оболочке живешь, вот. Не, ну для меня я и тело это вообще совершенно одно, для меня нет вообще этого разделения разбивки, по поводу тела и текста меня просто поразила книга Томаса Мана «Волшебная гора». Когда я ее читала в институте, я читала ее с вот такими глазами, потому что он там описывает вот эти стеклышки, первые рентгеновские снимки туберкулезом пораженных легких, и это, конечно, я сейчас сразу вспоминаю стихотворение Лены Шварцена «Элегияно-рентгеновский снимок», но у меня на тот момент умерла тетка от туберкулеза, и для меня это очень такая тоже важная тема, и я реально офигела от того, как он это делает, несмотря на то, что перевести немецкий текст очень тяжело, я читала на русском языке, и для меня было важно в этой книге, что этот туберкулез, он же не только туберкулез, не только болезнь, он аллегория, ой, господи, извините, метафора предвоенного такого тяжелого больного общества, и они там все как-то живут вне времени, или послевоенного, уже сейчас не вспомню, вне времени, и что-то там проживают, но перед этим была, конечно же, установка на нечто там высокое, чистое, прекрасное, великолепное, и меня это ужасно бесило, потому что у меня, это, видимо, еще особенность физиологическая, у меня обостренное чувство запаха и цвета, и я, видимо, мне она досталась от бабули, у меня бабуля, папина мать, она работала когда-то, как-то называется, на складе, она работала бухгалтеркой, и она почувствовала запах каучука, и спросила у своей коллеги, что за запах каучука, и оказалось, что коллега слямзила каучук, и его спрятала, где-то в огромном, огромном ангаре бабушка этот запах почувствовала, то есть у меня, и это было невозможно, как бы никто этого не чувствовал, и у меня на запахе очень резкая реакция и на цвет, я, допустим, не выношу яркие цвета, я всегда одеваюсь в какие-то очень такие сдержанные цвета, и, видимо, из-за того, что тело само по себе такое восприимчивое, я его так сильно всерьез воспринимаю, этот опыт, и самый главный запах, который я помню, это запах мокрого дерева, когда мать приходила с завода, она приносила с собой робу, про это тоже есть там где-то в текстах, и стирала ее, и запах дерева, он разносился по всей квартире, и тут я понимаю, что этот запах, он вмещает в себе очень много штук, и у меня просто такая особенность, ну, как бы, особенность телесная, и, видимо, за счет этого я так, я предлагаю всем эту теорию, да, что мы все тело, и мне кажется, что она очень классная, но я понимаю, что она не универсальна, и меня там уже критикуют за эссенциализм, что вот, ты такая, там всякая такая, плохая, но мне в целом нормально, я уже привыкла давно в такой ситуации жить, но меня прикалывает, как работает тело, и мне ужасно это нравится, и мне кажется, что это библиотека на самом деле, и этот контакт, с которым ты работаешь, с телом, он очень интересный, вот, как-то так, не знаю, ответила на твой вопрос или нет, спасибо. Что, все? Пойдемте домой. Если вопросов нет, я можно свой задам? Давай. Совершу привет. Да, привет. Он не в контексте, как бы, самой раны, он про, наверное, универсальность опыта писателя, и о том, о чем вы вскоре сегодня сказали. Так вот, те требования, которые предъявляет к писателям, к авторам художественный роман, и извините меня за это пошлое слово, законы стори-теллинга, они все-таки автора ограничивают или направляют его, ведь есть популярное утверждение, что эти конвенции основаны на том, как мы воспринимаем информацию, как мы воспринимаем историю, как мы наш мозг. Я очень много раз слышала слово стори-теллинг, и я не знаю, что это такое. У меня, у нас в школе есть отдел, который этим занимается, и они все время говорят, нам нужен кто-то, кто будет вести стори-теллинг. Я, короче, не понимаю, что это такое. Ну, в смысле, я примерно представляю, что это, я знаю, как-то используется в рекламе, и это используется как-то в художественных текстах. Но я этому никогда не училась, и никогда… Дело в том, что в литературном институте этому не учат. Тебя учат все время читать. Вот мы читали Томаса Мана, мы, не знаю, читали Античку, мы читали Философию, там всякого Киркекура. Когда ты сказала, что тебя очень испугало и как-то сконфузило те вот эти вот требования, которые там предъявляют к авторам, что, мол, сюжеты, арки, персонажи и все такое, вот это все-таки ограничивает или направляет как-то и помогает избежать ошибок? Мне кажется, кому-то это помогает избежать ошибок, а для меня, мне кажется, это вызов. Вот для меня это вызов и всегда. И как вот сделать так, чтобы там не было бабаха, но было в кайф читать. Вот это же тоже вопрос, да? Неужели нам всем нужно постоянно смотреть, что там происходит? Что происходит в этом тексте? Кто же, наконец, этот убийца? Вот мне интересно было сделать так, чтобы текст было ужасно интересно читать. Я всегда, ну, так как я все время сравниваю с напитками, вот хотелось бы его пить, короче. Но при этом, чтобы там не было бабаха. Вот это была моя главная задача. Вот. Тут надо спрашивать у читателей. Я не могу пока что читать эту книгу. А ужасно. Ужасно.